В 24 беседе на 2 послании к Олимпинам Святитель Иоанн Златоуст говорит нам о том, что не самооправдание, а самоукорение оправдывает грешника Путем к погибели в особенности служит то, когда или сама согрешающая душа, отвергнув страх Вымышляют предлоги к беспечности Или когда другой, кто желая у кого-нибудь совершившего прелюбодеяние и столкнуть чувство сокрушения, говорит Разве ты виноват? Виновата похоть, грешить зло, но еще тягчайшее зло отпираться по совершению греха Это в особенности и есть оружие дьявола Так было и с первозданными людьми Тогда как Адаму следовало признаться в грехе, он слагает вину на жену, а она потом на дьявола Тогда как следовало бы говорить, согреших он беззаконновахом Иные не только не признаются, но еще и составляют оправдание Ибо дьявол, зная, что исповедание греха, есть избавление от греха Склоняет душу к бесстыдному упорству Но ты возлюбленный Когда согрешишь, говори, я согрешил Нет ничего справедливее такого оправдания Таким образом ты умилостивишь Бога Таким образом и сам себя сделаешь более медлительным на те же грехи А если станешь отыскивать пустые предлоги И освобождать душу от страха То усилишь в ней расположение Снова предаться тем же грехам И много прогневляешь Бога Ни у кого из согрешающих не бывает недостатка в бесстыдных оправданиях Человек-убийца может сослаться на свою раздражительность Вор на бедность Прелюбодей на похоть Иной на власть Но все это предлоги неосновательные Не представляющие никакой уважительной причины Не от них происходят грехи Но от воли согрешающих А что это действительно так Я объясню близкими к делу примерами Если найдется другой человек Который проводит жизнь в бедности Имеет похоть Подлежит всем потребностям природы И однако не впадает в такие грехи То какое они могут иметь оправдание Хорошо сказал один премудрый Кто приставит бить к помышлениям моим И к сердцу моему наставников мудрости Чтобы они не щадили проступков моих И не потворствовали заблуждениям Сираха 23 глава 2 стих Посмотри, Давид согрешив Не оправдывается, но говорит Согрешил я пред Господом 2 царств 12 глава 13 стих Хотя он мог бы сказать Для чего эта женщина обнажилась Для чего она мылась перед моими глазами Но он знал, что это был бы не основательный предлог И потому прибегает к прямому оправданию И говорит Согрешил Не так поступил Саул Но будучи укоряем за то, что прибег к волшебнице Сказал Тяжело мне очень Филистимляне воюют против меня 1 царств 28 глава 15 стих Потому и был строго наказан Тогда как следовало сказать Согрешил Сделал беззаконие Но он этого не сказал Но старался уклониться Представляя пустые предлоги Господу нашему слава Маленький веков Аминь